С меня хватит. Мне это все надоело. Какой смысл стоять здесь, как статуи? Если у тебя есть идеи, получше скажи. Я бы с радостью разогнала все это дурацкое сборище. Пережить такой позор, и все благодаря твоей племяннице. А разве кто-нибудь сказал Валентине, что этот ужин мы устроили в ее честь? В этом не было необходимости. Она здесь живет, и предположительно должна была знать. Предположения не всегда бывают верными, и очень часто ни к чему не ведут. Проблемы с Хуаном Анхелем? А почему ты об этом спросила? Мне показалось, что он рассердился. Да. Племянница доставляет ему одни неприятности. Как трудно угодить мужу. А что такое? У тебя проблемы с Лоренцем? От тебя, Олимпия, не стану скрывать. Мне кажется, муж меня разлюбил. Детка, я страшно по тебе соскучилась. Чики, чики, я серьезно. Сейчас не самый подходящий момент, да и место тоже. Но почему? Мы же с тобой одни, а все остальные не существуют. Извини, но я сейчас не могу. Честное слово. Прости. Что с тобой? Как не можешь? Ты же всегда был готов. Дело не в моей готовности от Чикинкера. А в желании. Мне сейчас не до этого. Пойми. Малыш, ты хочешь сказать, что разлюбил меня? Нет, я говорю тебе, что сейчас у меня не то настроение. Ты не в форме? Орестов, с момента моего возвращения ты постоянно не в форме. Ты мне можешь сказать, что происходит? Мама, что с этой девчонкой случилось? А ты что, не видишь? Разуй глаза, толстуха отключилась. И вообще, хватит задавать глупые вопросы. Ступай спать. Благословение, мам. Да хранит тебя Господь. Пока. А знаешь, мой дорогой, сдается мне, мамаша хочет забрать с собой дочку на небеса. Ну, наконец-то, приехали. Ну, я вам скажу, эта клыма готовой, гляди, развалится по дороге. Главное, побыстрее ее отвезти. Франклин, держи ее, она бледная, как бумага. Валентина. Святой Антонио, моя толстушка умерла. Она умерла. Орестов, с тобой что-то происходит, а ты от меня скрываешь. Даже если матерью поклянешься, я все равно не поверю. Со мной ничего не происходит, Чики, я такой, как всегда. Ты меня за дурочку принимаешь? Думаешь, я не чувствую, что ты больше не целуешь, не обнимаешь меня с прежней страстью? Выкинь эту идею с головы, я ничуть не изменился. Неправда. Брунишка. Меня, наверное, сгладили. Ничем другим я эту полосу неудач объяснить не могу. Сначала рухнула моя карьера, а теперь еще и жених разлюбил. Прекрати капризничать, как избалованный ребенок. Веди себя, как взрослая женщина. А я и не капризничаю, ничего подобного. Я страдаю от заниженной самооценки. И чувствую, что все меня задвинули на второй план. Даже твоя толстая кузина. Слушай, не надо впутывать сюда Валентину, она здесь ни при чем. Еще как при чем. Это она во всем виновата. Как только она появилась, ты стал больше времени уделять ей, а не мне. Если бы это не было абсурдом, я бы начала подозревать, что... Орестес? Неужели ты влюбился в эту толстуху? Валентина, родная моя, открой глазки. Йорди, помоги мне удержать Валентину. Надо отвезти ее в больницу. Не переживай, Соса, мы ее сейчас в центральную клинику отвезем. Крестная, да уж, пожалуйста, успокойся. А то не рабен час, и тебя, Кондрашка, хватит. Не паникуй, Кума. Святой Антонио нам поможет. Пупсик, похоже, толстухе совсем плохо. Иди уложи ребенка спать, а я поеду с ними в больницу. Хорошо. Соса, а Валентина не дышит? Нет, дед. Господи ты, Боже мой, не забирай ее. Не надо ее забирать. Ты должна верить, дочка, не теряй веры. Господь ее пощадит. Посмотрите, это же доктор Хосе Григорио Эрнандес. Только тебе могла прийти в голову подобная чушь. Чтобы я влюбился в Валентином. Ты что, издеваешься надо мной? Нет, я над тобой не издеваюсь, жизнь моя. Я всего лишь защищаю то, что мне принадлежит. Ты что, теперь с Валентиной из-за меня драться будешь? Возможно, это звучит смешно, но я начинаю ревновать тебя к толстухе. Чикингера, у тебя для этого нет ни малейшего повода. На первый взгляд, нет. Я себе постоянно твержу об этом. Но как ты можешь влюбиться в эту безобразную толстуху? Этот кусок сала с огромным брюхом. Будь добра без оскорблений. Валентина совсем не такая, как ты говоришь. Неужели ты не видишь, что за прелесть эта толстушка? Не говоря уже о том, что Валентина моя кузина. Ты поняла? Она моя кузина. Так что сделай должение. Покинь мою комнату. Орестас! Орестас! Ты бесподобен, Роман. Я тебя обожаю. Ты сводишь меня с ума. Я готова делать все, что ты захочешь всегда. Это мне, моя крошка, нравится, что ты готова на все ради меня. Скажи. Дай слово, что всегда будешь меня любить. Что никогда не уйдешь к другой. Нет, нет, ты что. Моя крошка ни за что на свете. Таких горящих глазок ни у кого больше нет. А такого тела. Полный улет. Ты просто супер, любимый. Я тебя боготворю. Роман, ты мой. Моя любовь. Моя вампирша. Моя принцесса. Что такое, любимый? Что с тобой? В чем дело? В чем дело? Что ты здесь делаешь? Ну что ж, сеньоры, ожидание затянулось. Думаю, мы можем пройти в столовую. Мне очень жаль, Олимпия. Но я больше не переступлю порог твоего дома. Пока Арестас не вымолит у меня прощение за то, как обошелся со мной. Папа? Что случилось, дочка? Что тебе сделал, Арестас? Я сам все объясню, Лоренцо. Что за шутки, Бенигна? Ты нас напугал. А что ты так поздно здесь делаешь? Вышел освежиться, детка. И как вижу, вы тоже разгорячились. Ты не заговаривайся. Это совсем не то, что ты думаешь. Нет, нет, я ничего не думаю. А что мне думать? Я в сплетни не верю. Я как святой Фома. Верю лишь в то, что глаза мои видят. Твои глаза давно должны быть закрытыми. Разве прислуга в этом доме не встает с рассветом? Рядно не стоит так разговаривать с Бенигна. Да он никто. Ни ты, ни я не должны оправдываться перед садовником. А мне это не нужно, детка. Я только буду вам признателен, если вы перестанете мять мои кусты. Я за ними ухаживаю, как за родными детками. Убирайся отсюда. До свидания. И берегите злых ветров. Особенно одного по имени Олимпия. Орестес, что это за фокусы? Ты можешь сказать, что случилось с твоей невестой? Он ужасно со мной поступил. Мне хочется умереть. Меня никто еще так не унижал. Орестес, что ты сделал моей дочери? Ничего, Лола. Ничего. Но она утверждает обратно. Какой же ты циник. Чики, дочка, успокойся. Первый раз в жизни меня так оскорбили. Ты, конечно, будешь соотвитать. Но радость моя, что он тебе сделал? Он меня выгнал. И только потому, что я хотела побыть с ним, поделиться своими проблемами. А он сказал, убирайся из моей комнаты. Из моей жизни. Чики, дирай. Прекрати ломать комедию, пожалуйста. Веди себя достойно. Мало того, что ты нам целый спектакль устроил, тебе еще надо порвать со своей невесты ее. И ты мне сейчас все... Малый мастер.